В регионах Российской Федерации готовятся к одному из ключевых политических событий ближайших лет – выборам в Государственную Думу. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 18 сентября 2016 года. Подробнее о том, кого и как будут избирать жители Нинецкого округа, расскажет председатель избирательной комиссии региона Георгий Попов в программе «Актуальное интервью». Здравствуйте. Георгий, вчера завершился процесс приема документов от кандидатов. Расскажите, какая сейчас ситуация? Вчера, 3 августа, до 18.00 избирательная комиссия Нинецкого автономного округа принимала документы на регистрацию от кандидатов, которые должны были это сделать. Если у нас на сегодняшний день шестеро кандидатов, выдвинутых политическими партиями, уже представили документы и они уже зарегистрированы, то до вчерашнего дня мы ждали кандидатов, которые решили идти на выборы в порядке самовыдвижения. Таких кандидатов, напомню, у нас трое. На сегодняшний день они имеют статус выдвинутых кандидатов. И вчера один кандидат документы на регистрацию не представил, двое других кандидатов представили неполные пакеты документов. Напомню, что кандидатам, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения, им необходимо собрать для поддержки своего выдвижения не менее трех тысяч подписей избирателей нашего региона. Ну, таким самым, насколько я понимаю, кандидатов у них не получилось собрать, немножко не рассчитали, может быть, свои силы или какие-то иные есть причины. Но тем не менее, на сегодняшний день избирательная комиссия должна собраться на свое заседание и на заседание принять решение об отказе в регистрации кандидатам, которые решили идти на выборы в порядке самовыдвижения. Решение принимается у нас коллегиально на заседании комиссии. И после этого мы голосуем, оформляем соответствующее постановление. И, как это указано в законе, любой отказ кандидату в регистрации должен быть мотивирован. То есть мы должны сослаться на конкретное положение закона о выборах депутатов Государственной Домы. После чего в течение суток мы должны вручить данное решение, то есть постановление непосредственно кандидатам. Таких у нас было трое. Ну а пока на сегодняшний день у нас зарегистрировано шестеро кандидатов, которые были выдвинуты по 221-му одномандатному округу. И они идут на выборы именно уже как зарегистрированные кандидаты. У них на сегодняшний день такой статус. Георгий Александрович, расскажите, впервые после долгого перерыва думские выборы пройдут по смешанной системе. В чем ее суть? Смешанная система, суть ее заключается в том, что общее количество депутатов Государственной Домы, избираемых на очередных выборах, составляет 450 депутатов. Это количество поделено пополам. То есть 225 депутатов будет избираться по 225 одномандатным избирательным округам, а вторая половина, 225 депутатов, будут избраны по федеральному округу, то есть по партийным спискам. Соответственно, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации должна будет зарегистрировать федеральные списки партий, которые были поданы для выдвижения и в последующем для регистрации. По закону у нас на сегодняшний день имеют право выдвигать свои списки все зарегистрированные партии, но есть небольшое отличие. 14 партий, которые могут выдвинуть свои списки на выборы депутата Государственной Домы, могут не собирать в свою поддержку подписи избирателей. А остальные партии, которые решили идти на выборы, соответственно, должны будут собрать необходимое количество подписей. Ну и то, что касается еще партий, хотелось бы пояснить, чтобы было понятно нашим избирателям. Каждая политическая партия представляет Центральную избирательную комиссию России список, состоящий не менее чем из 200 и не более чем из 400 кандидатов. В данном списке партии должна быть отражена так называемая общая федеральная часть. Она не может превышать 10 кандидатов. Может быть один кандидат, может быть максимум 10. И, соответственно, внутри списка есть уже так называемые региональные группы. Данных региональных групп не должно быть менее 35. Эти региональные группы должны охватывать всю территорию Российской Федерации без исключения. И вот здесь хотелось бы пояснить, чтобы нашим избирателям было понятно, что такое региональные группы. Региональные группы представляют из себя одну или несколько субъектов Российской Федерации, по которым составляются отдельные региональные группы, то есть списки кандидатов, которые будут баллотироваться по конкретным субъектам Российской Федерации. Эти региональные группы партиями определяются самостоятельно. Здесь партии, как правило, руководствуются своими успехами, которые были достигнуты на предыдущих выборах, учитывают также электоральное настроение внутри каждого региона и самостоятельно формируют данные региональные группы. Региональная группа может быть в количестве одного субъекта Российской Федерации, либо туда может быть объединено несколько, но они должны граничить между собой физически, то есть географическими границами. У некоторых партий есть региональные группы, куда включается Ненинский автономный округ. Они состоят из трех, либо четырех. Есть даже региональные группы из пяти или шести субъектов Российской Федерации. Например, есть отдельная региональная группа у одной из партий, где представлен только Ненинский автономный округ. Есть большие региональные группы у партий, где включен Ненинский автономный округ, Архангельская область, Республика Коми, Вологодская область и даже Кировская область. То есть все эти субъекты граничат между собой. Здесь уже напомню, что политические партии самостоятельно определяют вот эти вот региональные группы и количество кандидатов, включенных в ту или иную региональную группу. О кандидатах каких партий идет сегодня речь? Еще вот в Ненинском автономном округе. В Ненинском автономном округе на сегодняшний день идет речь, если мы говорим о нашем 221-м одномандатном избирательном округе, то у нас в порядке регистрации на сегодняшний день зарегистрирован представитель Коммунистической партии и Коммунисты России. Это Лебедев Алексей Олегович, житель Санкт-Петербурга. Далее мы зарегистрировали кандидата выдвинутого Либерально-демократической партии России. Это Смученков Андрей Владимирович, депутат окружного собрания. Третьим у нас был зарегистрирован Саблин Александр Иванович, также депутат окружного собрания. Его выдвинула Коммунистическая партия Российской Федерации. В четвертом был зарегистрирован кандидат выдвинутой партии «Единая Россия». Это Коткин Сергей Николаевич, также у нас является депутатом окружного собрания. И далее пятым у нас был зарегистрирован представитель партии «Справедливая Россия» Шустров Виктор Николаевич. И последний, буквально на днях мы зарегистрировали кандидата выдвинутого политической партии «Родина». Это Салуянова Наталья Валерьевна. Итого шесть разрегистрированных кандидатов. Какие требования предъявляются сейчас к кандидатам? К кандидатам требования предъявляются традиционные. То есть, если кандидат идет на выборы, он должен указать все свои анкетные данные, место регистрации, паспортные данные, место учебы. Соответственно, если это несколько дипломов, он указывает свою первую, вторую, там, последующую учебу, ученые степени, в обязательном порядке стало новшеством, не так давно применяется на выборах, это сведения о судимости. Когда, по какой статье, если кандидат имел какую-либо судимость, независимо от того, когда она была получена, и по какому кодексу он был судим, к кодексу Российской Федерации, либо УК РСФСР. То есть, все эти сведения должны в обязательном порядке указываться. Традиционно указывается вся имущественная составляющая, доходы, все, что есть на праве собственности у кандидата, доли в каких-либо квартирах, домах, земельных участках, движимое имущество с указанием регистрации, где оно зарегистрировано. И, соответственно, то, что касается указа президента о том, что кандидаты не пользуются иностранными финансовыми инструментами и не хранят наличные денежные средства в иностранных кредитных учреждениях. Это в обязательном порядке. То же самое и распространяется на кандидатов, которые выдвигаются политическими партиями. Они должны точно так же указать все эти сведения. Ну и после того, как кандидаты уже представляют указанный в законе пакет документов, избирательные комиссии принимают данные документы и осуществляют проверку вместе с федеральными структурами. Георгий Александрович, компания по выборам в Государственную Думу официально стартовала 17 июня. Расскажите, как организована работа избирательной комиссии? Работа комиссии организована в соответствии с так называемым календарным планом, который был утвержден Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, потому что она у нас является головной комиссией и организующей данные выборы, именно выборы депутатов Государственной Дома. Календарный план представляет из себя последовательность действий, которые осуществляет Центральная избирательная комиссия, избирательная комиссия субъектов, территориальная избирательная комиссия, ну и, соответственно, уже потом, ближе ко дню голосования, участковой избирательной комиссии. Там все прикреплено к определенным датам, и все действия расписаны определенной последовательностью. Выдвижение кандидатов, прием документов на выдвижение, прием документов на регистрацию, сроки регистрации. Далее идет все, что связано с изготовлением непосредственно уже макетов избирательных бюллетеней, как по федеральному округу, так и по одномандатным избирательным округам. Совсем скоро уже начнется в середине августа месяца средства массовой информации должны будут провести жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади, а также бесплатного или платного эфирного времени на каналах телевидения и радиовещания. Ну и далее из таких крупных мероприятий, это уже когда подключаются территориальные избирательные комиссии, они тоже уже приступили к работе, у них есть свои определенные дежурства. И хочу сказать, что у нас 2 августа в территориальной избирательной комиссии города и Заполярного района были переданы открепительные удостоверения, которые были получены нами. И в данный момент избиратели, которые не смогут прийти на свой избирательный участок именно в единый день голосования, а будут находиться за пределами Ненецкого автономного округа, по письменному заявлению и предъявлению паспорта, они могут в соответствующей территориальной избирательной комиссии получить открепительное удостоверение для того, чтобы, находясь за пределами Ненецкого округа, они смогли на любом из ближайших к ним избирательных участков прийти и проголосовать. Каким образом можно получить открепительное удостоверение? Открепительное удостоверение получает избиратель лично. Он должен явиться в одну из территориальных комиссий. Если он зарегистрирован на территории города Наринмара, соответственно, обратится в территориальную избирательную комиссию Наринмарского городского округа. Напомню, что она расположена в здании мэрии Ленина 12. Либо, если гражданин зарегистрирован на территории поселка Искатели или вообще Заполярного района, то необходимо будет обратиться в территориальную избирательную комиссию Заполярного района. Она у нас расположена в поселке Искатели по адресу Россихина, 8. Ну и когда открепительные удостоверения будут переданы уже в участковые избирательные комиссии, это будет наиболее актуально для жителей села. Те, которые будут выезжать за пределы региона, соответственно, я думаю, что они смогут получить буквально за неделю до единого дня голосования непосредственно своих участковых избирательных комиссий именно открепительного удостоверения. Георгий Александрович, вот традиционно у нас могут в округе проголосовать и кочующие оленеводы, и вахтовики на нефтегазовых промыслах. Когда вот стартует досрочное голосование в округе? Досрочное голосование это подчинено, но также требованию законодательства. Оно может быть проведено не менее, чем за 20 дней до единого дня голосования. Соответственно, это не ранее 28 августа. И у нас досрочным голосованием на федеральных выборах традиционно охватываются, ну это большая часть досрочного голосования, это сотрудники нефтегазовых компаний, которые работают на промыслах на территории Ниньского округа. Так как выборы федеральные, соответственно, в федеральных выборах принимают участие все граждане Российской Федерации, независимо от того, где они постоянно зарегистрированы. Ну и, соответственно, это более меньшая категория по сравнению с нефтяниками. Это наши жители региона, оленеводы, чье место работы находится в тундре. Но и те, и другие, напомню, что это люди, чья работа, она подчинена вот именно такому графику, и их места работы находятся на значительном удалении от избирательных участков. Поэтому данная категория избирателей, они охватываются досрочным голосованием. Расскажите, а как организован избирательный процесс в населенных пунктах округа? В населенных пунктах округа избирательный процесс организован точно так же, как и на территории города Наринмара. Там есть участки, они образованы постановлениями глав Заполярного района. И, соответственно, ну, как правило, у них расположение либо это учреждение образования, либо это учреждение культуры на территории населенных пунктов. Данные избирательные участки начнут работу не менее чем за 10 дней до единого дня голосования, то есть 7 сентября. Ну и в единый день голосования точно так же, как и все остальные избирательные участки, они откроются в 8 утра по местному времени и будут работать. Сама процедура голосования продолжится до 20.00 по местному времени. Далее, после 20.00 каждая участковая избирательная комиссия закрывается, объявляется председателем участковой комиссии, что приступает к проведению процедуры подсчета голосов избирателей. И пока все бюллетени не будут подсчитаны и не будут оформлены протоколы голосования по единому округу и по одномандатному округу, соответственно, избирательная комиссия эту процедуру прерывать не будет и она будет идти до того, как комиссия не подсчитает все голоса и не проголосует за протоколы и соответствующим образом их не оформит. А после этого же, на следующий день, 19 сентября, протоколы именно сельских населенных пунктов будут доставлены на вертолетах в территориальную избирательную комиссию Заполярного района. Она принимает свое решение в целом за поселок Искатели и населенные пункты расположены на территории округа. А далее уже вот эти вот протоколы двух комиссий участковых Заполярного района и города Наринмара они поступят в избирательную комиссию Ненинского автономного округа и уже наша комиссия, избирательная комиссия Ненинского округа будет подводить в целом итоги за субъект как по федеральному округу так и по одномандатному 221-му. Как Вы уже упомянули обычные избирательные участки расположены в спортивных или культурных учреждениях. Как будет обеспечиваться безопасность проведения выборов? Независимо от того где расположен тот или иной избирательный участок безопасность выборов всегда обеспечивается у нас сотрудниками УМВД по Ненинскому автономному округу. С ними у нас налажены хорошие взаимоотношения рабочие до руководства и в целом до сотрудников УМВД по НАУ доведена информация о предстоящих выборах. Ближе ко дню голосования само УМВД распределит своих сотрудников по избирательным участкам. Как правило они закрывают все избирательные участки. То есть даже там где нет в малых населенных пунктах нет участковых туда в обязательном порядке будут направлены сотрудники полиции командировку и они будут дежурить непосредственно на избирательных участках. А сколько всего избирательных участков в Ненинском округе? В Ненинском округе 51 избирательный участок образован. Из них 11 избирательных участков находятся на территории городского округа город Наринмар и 40 избирательных участков на территории Заполярного района из которых 5 участков на территории поселка Искателей и 35 участков находятся в населенных пунктах округа то есть сельской местности. В день выборов 18 сентября на избирательном участке какие бюллетени получит избиратель? В день выборов каждый избиратель, пришедший на избирательный участок, получит два бюллетеня. Первый бюллетень будет за политические партии, то есть по единому федеральному округу. И второй бюллетень – это будет бюллетень по кандидатам-одномодатникам, которые зарегистрированы по 221-му одномодатному округу. В чем их различие? В том, что в первом бюллетене за политические партии кандидат увидит в строчке соответствующие эмблемы политической партии и ее названия, которые были представлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Данный макет бюллетеня будет утвержден ЦИКом России. И предварительно Центральная избирательная комиссия России должна еще будет провести жеребьевку, в соответствии с которой политические партии будут размещаться в бюллетене. То есть каждая из политических партий должна будет определить путем жеребьевки свое место, то есть расположение первое, второе, третье и так далее до конца бюллетеня в строчке. То, что касается бюллетеня по кандидатам-одномандатникам, то здесь все проще, кандидаты-одномандатники будут располагаться в избирательном бюллетене по алфавитному порядку, то есть по фамилиям. А будут ли какие-то нововведения в этом году в избирательном процессе? В избирательном процессе нововведений, кроме того, что у нас выборы депутатов в Госдуме будут проводиться по смешанной системе, в отличие от 2011 года, когда выборы проводились по пропорциональной системе, то есть только по партийным спискам. Наверное, это единственное глобальное отличие от предыдущих выборов. Все остальное у нас в традиционном порядке, и больших нововведений нет. Здесь будут небольшие нововведения, связанные с работой представителей СМИ во время выборов и по освещению выборов. И есть некоторые нововведения, связанные с участием наблюдателей на выборах. Но об этом, я думаю, мы избирателям расскажем в наших последующих передачах уже непосредственно ближе ко дню голосования. Георгий Александрович, кроме выборов депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016 года в Нинецком округе пройдут плановые выборы главы и депутатов Совета Малоземельского сельсовета. Расскажите, кого будут избирать жители муниципалитета? В поселке Нальминнос было принято решение о том, что 18 сентября параллельно с выборами депутатов Государственной Думы будут проходить местные выборы. Как вы уже сказали, это отдельно должна быть проведена кампания по выборам главы муниципального образования и отдельно кампания по выборам депутатов сельского совета. Совет муниципального образования Малоземельский сельсовет состоит из семи депутатов. На сегодняшний день также завершилась процедура выдвижения кандидатов. На главу выдвинуто пятеро кандидатов. Кандидатами в депутаты совета выдвинуто 11 человек. В настоящий момент муниципальная комиссия рассматривает представленные кандидатами как на главу, так и на депутатов документы, и должна будет по ним принять соответствующее решение по регистрации, либо отказе в регистрации. Ну, вся эта информация, она есть как на сайте муниципального образования, так, соответственно, мы тоже ее стараемся дублировать. И, более того, вся информация, связанная с выборами на территории региона, будь то, например, федеральная компания, либо это местные избирательные компании, они находят свое отражение в системе газ-выборы. То есть на официальном сайте все это заносится в режиме реального времени, и любое лицо, любой избиратель, любой житель, если у него есть доступ в интернет, соответственно, может поинтересоваться текущими делами по соответствующему уровню выборов. Георгий Александрович, расскажите, какие нововведения есть в плане бюллетеней? В плане бюллетеней, вот в отличие от предыдущей компании 2011 года, на выборах в этом году, в 2016, мы будем применять так называемые специальные знаки марки. Они отпечатаны централизованно на предприятиях госзнака, уже поступили в регионы. И эти специальные знаки марки, они представляют собой наклеивающиеся марки размером 20 на 40 миллиметров. Каждая марка уникальна тем, что она имеет свой порядковый номер. И эти марки, они должны быть распределены аналогично количеству распределяемых бюллетеней по избирательным участкам и в обязательном порядке наклеены на избирательные бюллетени. И, соответственно, те бюллетени, которые не будут использованы в процессе выборов, они должны будут гаситься вместе с наклеенными на них избирательными знаками и марками. Ну и то, что касается оформления, все остальное традиционно под наклеенной маркой, которая будет наклеена горизонтально в верхнем правом углу. Под ней еще должно располагаться две подписи членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. И эти подписи должны заверяться соответствующей печатью участковой комиссии. Какие цели преследовали члены избирательной комиссии, когда вводили эти марки? Марки, они уже применяются не в первый раз. На федеральных выборах они применялись на выборах президента Российской Федерации в 2012 году. Эти марки, они для большей защиты избирательных бюллетеней, чтобы уберечь в целом избирательную систему от подделки избирательных бюллетеней и чтобы предотвратить фальсификацию выборов. Спасибо, Георгий. Я напомню, 18 сентября 2016 года пройдут выборы в Госдуму. Подробнее о том, кого и как будут избирать жители Ненецкого округа, нам рассказал Георгий Попов, председатель избирательной комиссии региона. В программе «Актуальное интервью». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»